Здравствуйте! Вы смотрите еженедельную информационно-аналитическую программу «Взгляд с экрана». Письмо генпрокурору. Саратовцы написали более 80 обращений подчиненным Юрия Чайки. Экзамен для следствия. Почему в деле о гибели ребенка в бассейне в Усть-Курдюме до сих пор не найден подозреваемый? Приземление Гагарина. Что может помешать планам Романа Абрамовича? С понедельника в Саратове начнет работу комиссия Генеральной прокуратуры. По данным источника наших коллег из информагентства «Взгляд.Инфо», сотрудники Центрального аппарата ведомства будут проверять деятельность областной прокуратуры в части эффективности надзора за учетом и регистрацией сообщений о преступлениях в правоохранительных органах. О важности данного направления в Генпрокуратуре говорят давно. Более того, сотрудникам надзорного ведомства указывается на необходимость постоянно анализировать содержание информационных программ в электронных СМИ, публикации в печатных и сетевых изданиях. По опыту нашего региона и редакционной практики можно сказать, что не только публикации СМИ, но и зачастую обращение граждан в прокуратуру не становится основанием для проведения соответствующих процессуальных проверок. Прямым доказательством этого, пожалуй, может стать и акция, устроенная «Взгляд.Инфо». В преддверии визита комиссии Генпрокуратуры коллеги предложили читателям сообщать о всех случаях, когда они информировали надзорное ведомство о преступлениях, но это обращение не получило должной оценки. Результаты поразили даже нас, ко всему привыкших журналистов. За две недели на редакционную почту пришло более 80 писем от граждан. Отчаявшиеся люди приходили в студию для записи видеообращений, специально для этой цели приезжали из районов. Тематика писем самая разная – от семейных разборок с дележом имущества до рейдерских захватов предприятий. Общее одно – формализм, с которым прокурорские работники подчас подходят к исполнению своих обязанностей. Вот, к примеру, жители дома, в котором когда-то жил Олег Табаков, пишут об удручающем состоянии здания. Фасад разрушается на глазах, обращения в различные инстанции результата не дают. Госжилинспекция бездействует, районная прокуратура ничего не контролирует, говорится в письме. Жалоб на коммуналку наберется, пожалуй, с десяток. Одна из них по дому на проспекте «Пятьдесят лет октября». Минувшей весной у памятника архитектуры обрушился фасад. Неоднократные проверки жалоб от граждан, проводившихся до этого инцидента, никаких нарушений не выявляли. Среди прочего, люди писали и в областную прокуратуру, но там тоже серьезных недостатков не нашли. Выглянули в окно, полетели камни. Мы подумали, что какой-то взрыв произошел сначала. Просто непонятно получилось. Собрала детей и просто выбежали все на улицу. Вот все, что успели одеть, выскочили. Обратно уже дети не стали возвращаться. Жители села Тростянка Балашовского района хотят обратить внимание генеральной прокуратуры на историю с похищением исторического трактора, который украшал центральную площадь на протяжении 50 лет. Раитет увезли на глазах возмущенных сельчан. Инцидент спровоцировал гражданские протесты в Тростянке. У нас тут есть бумаги. Да, да. Вы знаете, генерии. Вот вы и решайте правомерно. Они так в тихую подъезду пиливают. А как же вы этого украли у нас? Некоторые истории тянутся годами, как тяжба саратовца Романа Маркова с РЖД. Мужчину вместе с несовершеннолетним ребенком выселяют из здания общежития железной дороги. Как пишет Роман Марков, отчаявшись бороться с равнодушием прокурора в Саратове, теперь все его надежды на подчиненных Юрия Чайки. Борьбу за справедливость продолжают и герои знаменитой драки на лопатах. Виновник понес заслуженное наказание. Однако пострадавшая семья продолжает добиваться привлечения своего обидчика к уголовной ответственности по статье «Угроза убийства». Случаев с насилием, кстати, немного. Учитель истории из Красноармейского района пишет о групповом избиении и попытке представить произошедшее как несчастный случай. Мол, сам упал, в двух местах сломал челюсть, ребра и так далее. Ничем для виновника инцидента не закончилась история в Перелюбском районе. Там в нападении на граждан принимал участие пьяный участковый. Вань, выйди с моего дома, Вань! Выйди, камера включена! Вы, 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 я выч. Естественно, не обошлось без жалоб от предпринимателей. Так компания «Имбус» занималась ремонтом камер фото- и видеофиксации. В роли заказчика выступал региональный навигационно-информационный центр. Камеры починили, они прошли положенную проверку и вернулись в работу. Только вот деньги подрядчику казенное учреждение не заплатило. Еще одна резонансная история с предпринимателями произошла в Ровенском районе. Там в роли пострадавших оказалась семья фермеров-свотневых. Супруга главы семейства едва не оказалась за решеткой по совершенно абсурдным обвинениям. История вышла на федеральный уровень. Сюжет о заключениях фермеров снимал человек и закон. Но точка в ней еще не поставлена. Виновники случившегося люди в погонах никакой ответственности не понесли. Пока они отделались лишь легким испугом. Об этом, а также о роли прокуратуры в случившемся нам рассказал один из героев Сергей свотнев. У меня жена была в декретном отпуске. Хозяйство оформлено на нее официально. И бухгалтера не было. И мы решили сделать аудитовскую проверку. Сделал аудитовскую проверку и выяснилось, что у нас шла недоплата по налогу НДФЛ. Я пришел в налоговую сам. Мы нашли у себя недочет. Начальник налоговой сказал никаких проблем нет. У того, что мы нашли все это сами. Это не наказуемо. Мы сделали доплату в налоговой за три года последние 30 тысяч. И пенсионный фонд 70 тысяч. И сотрудники БЭП это вывернули так, что мы, это было прописано и в обвинительном заключении, и уже на стадии суда, что перед получением субсидий мы имели умысел недоплачивать 200 рублей своим сотрудникам. Тем самым было, обратите внимание, нецелевое расходование денег. В 11 часов ночи к моим сотрудникам приехали домой, вытаскивали их из дома, сотрудники БЭП, привезли их, начали допрашивать. Даже вот сотрудники есть, тех, которых они, говорят, да мы тебя сейчас посадим, есть угрозы были, и до сих пор это показания на очных ставках были. Это никто сейчас во внимание не принимает. Ну, затрамбовали, подписали, там, одного тем запугали, другого тем запугивали. Подписали, что они получали не 6700, а 6500. Следователи БЭПники ни при чем, они все одинаково сами дали показания, вот как под копирку. То есть, ни одной ведомости не взяли, не взяли пока это нашу корректировку, то, что мы сделали, то есть, доплатили. У нас, ну, земли 5000 гектаров много, хозяйство, как бы, немаленькое. И мы получали миллион 400, миллион 500 в год получали субсидии этих. Ну вот, и нас уличили в том, что у нас мы незаконно получили эти субсидии. Мы обещали платить зарплату 6700, платили 6500, как они говорят. Тем самым было мошенничество, незаконное получение денег и нецелевое расходование. Какая логика? Я это к прокурору пришел, говорю, как это можно взаимосвязать? Вы сами подумайте. С конца августа 2016 года на жену было возбуждено уголовное дело. Суд первой инстанции приговорил нас, ну, жену, к 3 годам колонии общего режима. Мы подали апелляцию. Прокурор наш подал следом, что мало нам дали. Недели через 2 или через 3 приходит письмо в адрес прокуратуры и в наш адрес от нашего прокурора. Что, оказывается, судья во всем виноват, что зря он так вынес такое решение. Он не учел показания рабочих, которые же сам же прокурор отвергал. Ну, действительно, реально там не было ничего просто. И все это в области знали. Насколько не обращали, все говорят, что дело шито белыми нитками. Областной суд состоялся у нас и нас оправдали ввиду отсутствия события, события состава преступления. Извинился письменно прокурор. Нам выплатили 100 тысяч морального ущерба. Я не злопамятный, но просто здесь как бы обидно стало. За жену жалко. Обратили в Следственный комитет, потому что как? Следователь работала полтора года, получала зарплату, бензин, бумага, в конце концов, деньги, время, все это она получала. За что? За то, что собирала компромат, который не на чем, на пустом месте. Обратили в Следственный комитет, чтобы они разобрались, привлекли виновных к ответственности за нашу... Получается, незаконно возбужденное дело. Следственный комитет, расследуя, вынес решение, что никто ни в чем не виноват. То есть за то, что незаконно, можно сказать, незаконно, потому что отсутствие события преступления, возбудили уголовное дело, дали жене три года тюрьмы, и в этом никто не виноват. Вымогательство денег было вот в самом начале, когда я обратился вот к бывшему сотруднику БЭП. Говорю, ты их знаешь, что они хотят? Он мне перезвонил, давай встретимся. Встретились, он говорит, они хотят 300 тысяч. Говорю, а за что? Я ни в чем не виноват. Говорю, чтобы только жену не таскали, у меня маленький ребенок. Давайте дам 100 тысяч. Говорю, отпряжитесь от меня, пожалуйста. У меня нет никакой вины. У нас даже дошло дело до 200 тысяч. Записи есть, что они просят, там он посредник 200 тысяч. Но не возбудили уголовное дело, потому что 200 тысяч оказывается маленькое, нужно было, чтобы 300 тысяч. Я считаю, что в возбуждении уголовного дела и привлечении моей жены к уголовной ответственности лежит это сотрудник БЭП Гуськов, подкладинка, наш бывший начальник УП номер один в Ровном, большую роль играл. Прокурор наш, бывший, Зубрилов и следователь Карпенко, которая работала чисто под Зубрилова. И вот молодой человек на той неделе говорит, нужно было идти к прокуратуру. Говорю, так я к нему и пошел к прокурору. Где у нас правды искать? Зачем мне ФСБ, ОСБ? Я пришел к прокурору. Ребята, помогите. У меня прокурор говорит, что вы хотите? Говорю, как бы давайте начнем с того, что я уже ничего не хочу. То, что кого-то накажет, я уже этому не верю. Он говорит, ну что, тогда будем напишите заявление, что не будем рассматривать повторно это заявление. Почему же нет? Если кто-то понесет за это наказание, пусть даже небольшое, то я думаю, что они это заслужили. Мы с ним разговаривали часа, наверное, два. Вот он мне приводил доводы, что он говорит, ты посмотри, ведь ни одного в России следователя не наказали еще. Я говорю, может быть, если накажут одного, другой подумает. Они знают свою безнаказанность, поэтому возбуждают уголовные дела там, где надо и не надо. Также и сотрудники БЭП, что хотят, творят. Он мне пытался доказать, что все это бестолку, что не нужно никуда обращаться. Он говорит, что ничего не будет. Юрист, член общественной палаты Николай Скворцов принимал активное участие в судьбе фермеров Сводневых. Общался с руководством областной прокуратуры. Это была не просто ошибка в приговоре, это было вымогательство денег с них. Существует аудиозапись о том, как происходило это вымогательство. Эта аудиозапись имеется в материалах проверки, то есть сотрудники следственного комитета ее видели, слушали и подробно писали в постановлении об отказе возбуждения уголовного дела. Я сам был по делу Сводневых несколько раз у руководства областной прокуратуры, приносил все эти данные. После каждого моего прихода в областную прокуратуру постановление об отказе возбуждения уголовного дела отменялось, и Следственный комитет был обязан заново проверить, было ли вымогательство, кто требовал деньги с фермеров, есть ли какие-то виновные. Ну вот, движение какое-то происходило, но ненадолго. После этого опять были отказы возбуждения дела. Два или три раза я сходил, но это же невозможно ходить каждую неделю к руководству областной прокуратуры для того, чтобы они отменяли постановление об отказе возбуждения уголовного дела. Должна же, во-первых, работать какая-то система, должны быть применимы нормы закона, что виновные в незаконном возбуждении дела и в вымогательстве должны быть наказаны. И в ручном режиме нельзя управлять вот этим механизмом. я ставил вопрос о том, что нужно прокурора привлечь района, который был сам лично в суде первой инстанции к хотя бы дисциплинарной ответственности. Значит, он неквалифицированный человек, раз он утвердил обвинительное заключение по такому делу. Но даже в привлечении к дисциплинарной ответственности было отказано. Поэтому, конечно, вызывает большой вопрос как быть. То есть люди, которые в погонах, они защищены иммунитетом от ответственности, а мы, простые граждане, бизнесмены, предприниматели, можем привлекаться за каждый чих. Ну а этот сюжет также вполне мог бы заинтересовать комиссию генеральной прокуратуры. С июля месяца следователи не могут найти подозреваемого в уголовном деле о гибели ребенка в бассейне в Усть-Курдюме. Мы уже рассказывали об этой трагедии и задавались вопросом, что скрывает следствие. Ответ на него, увы, до сих пор не получен. В июле нам сообщали, что дело возбудили, следствие продолжается, но воз и ныне там. Возведение гостиничного комплекса на берегу Волги всегда беспроигрышный вариант для получения максимальной прибыли для бизнеса. Отель Волгостар в селе Усть-Курдюм, что неподалеку от Саратова позиционирует себя как фешенебельный гостиничный комплекс. По соседству с ним 1 июля этого года на территории недостроенного отеля в открытом бассейне утонула полуторагодовалая девочка. Наша съемочная группа побывала на месте после трагедии. Волги Стар говори с журналистами отказались на отрез. Расследование уголовного дела было экзаменом для следователей. Как показало время, этот экзамен люди в погонах с треском провалили. На дворе ноябрь первой заморозки. С момента трагедии прошло уже почти 5 месяцев. В деле необвиняемых неподозреваемых. Как сообщил коллегам из взгляда инфору руководитель городского следственного дела следственного управления следственного комитета России Дмитрий Конев дело находится в производстве. Расследуем. Обстоятельства устанавливаются подозреваемых нет. Обвинение пока никому не предъявлено. Запрос нашей редакции в региональное следственное управление также пока остался без ответа. Как говорят местные жители этот дом буквально за пару недель до трагедии купила семья погибшего ребенка. После случившегося прежние владельцы дома пошли навстречу и расторгли сделку. Молодая семья по словам соседей сейчас ни с прессы ни даже со знакомыми общаться не хочет. Сейчас просто так гостиничному комплексу не подойдешь по всему периметру забор. Вот только неизвестно был ли он в день гибели ребенка. Единственный альтернативный путь это лестница. Об опасности этого пути пишут даже на форуме Волгистар. Да и вряд ли полуторагодовалый ребенок смог бы преодолеть такое препятствие. Так неужели для установления истины в этом деле следователям не хватило пяти месяцев или на них по-прежнему завораживающе действует магия имени владельца? Собственником земельного участка под Волгой Стар и земли по соседству является предприниматель бывший руководитель земельного комитета мэрии Андрей Алешин супруг экс ГФИ Марина Алешиной К самому зданию гостиничного комплекса есть и другие вопросы в частности земля под ним используется не по назначению это видно из данных публичной кадастровой карты это подтверждается и в ответе областной прокуратуры на запрос редакции участок как пишет надзорное ведомство выделялся для ведения личного подсобного хозяйства вот тут бы прокурорам и проявить рвение обратиться в суд ведь нарушения целевого использования очевидны надзорное ведомство которое все последнее время ведет войну с инвесторами строительства оспаривая выделение земли в данном случае проявляет поразительную лояльность демонстрирует двойные стандарты в трактовке законодательства между тем не все просто и самой постройкой на участке владелец Андрей Алешин уведомил районной власти о начале и завершении строительства индивидуального жилого дома вместе с тем согласно справке специалиста регионального управления Росреестра объект недвижимости расположенный в границах данного земельного участка предположительно предназначен для использования как здание гостиницы это предположение подтверждается не отходя от монитора сайт Волгий Стар недостроенное здание уже принимает гостей да и в самом загородном комплексе факт заселения отдыхающих не отрицают у нас на ремонте мы летом отставали как пробное потому что не хватало мест для посещения и мы его открыли один этаж на лето только факт осуществления предпринимательской деятельности налицо только как пишет прокуратура владельцы бизнеса не удосужились уведомить об этом региональный Роспотребнадзор и еще все в том же письме надзорного ведомства отмечается что в соответствии с нормами СанПИН в составе помещений плавательного спортивно-оздоровительного бассейна должна быть комната для медперсонала лаборатория для проведения анализов а также медицинский персонал тренеры инструкторы по плаванию ничего этого у недостроенной но работавшей гостиницы не было скандальное продолжение получил сюжет об аэроклубе имени Юрия Гагарина над местом где первый в мире космонавт впервые поднялся в небо нависла угроза уничтожения на прошлой неделе мы казалось бы еще только мечтали о том как аэродром близ Дубков будет принимать международный фестиваль клубов малой авиации напомню с этой инициативой во время недавнего приезда в Саратов выступил известный предприниматель Роман Абрамович подобный крупный форум вполне имел все шансы вдохнуть новую жизнь в переживающие не самые лучшие времена аэроклуб а также привлечь дополнительное внимание к главному бренду региона Юрию Гагарину что же пошло не так Сартихило говорил командир подъехала скорая скоро будут вылетать на Дубки Молодц я площадка информацию слышал мы на земле а там собираются подниматься в воздух директор аэроклуба имени Гагарина принимает сообщение от борта санавиации съемки идут параллельно с работой под ногами земля с которой поднимался на учебном самолете первый космонавт планеты но впереди появилась невидимая и очень высокая стена о которой могут разбиться все взлеты и посадки с гагаринской полосы мы дойдем до ее торца и через 200 метров от этого места когда будет торец этой полосы по восточному направлению нашего аэродрома есть проект согласованный компанией дом.рф это фонд дом.рф потому что компания есть еще связевая такая но мы сейчас имеем ввиду дом.рф как фонд строительный вот и застройщики буквально требуют отдать земельные участки которые в соседнем поле с нашим аэродромом вот под застройку тематического коттеджного поселка объемом 415 гектар от вас требуется какое-то согласование с вами да конечно как и для любого объекта недвижимости в радиусе 30 километров вернее неправильно сказал в радиусе 15 километров диаметром 30 километров наша приаэродромная территория с точкой центра в контрольной точке аэродрома и данный участок естественно попадает в эту территорию руководство аэроклуба и застройщики не могут найти общий язык одних тянет в небо других к земле от Евгения Алексеева требуют подпись в документах согласовывающих строительство но по его словам это нарушение федерального законодательства кому стройка а ему тюрьма на него стали жаловаться куда следует в том числе и министру ЖКХ и строительство жалуются пишут на нас что мы такие нехорошие что мы не даем людям развиваться люди купили земельные участки мы не согласовываем в ответ министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области Павел Мигачев обратился к федеральному руководству ДОСААФ с просьбой о передислокации аэроклуба чиновник посетовал что аэродром не дает возможности не строить не реконструировать объекты на территории ряда населенных пунктов а главное мешает реализации инвестпроекта компании Дом.РФ строительства тематического парка в письме указаны номера участков на кадастровой карте эти земли фигурируют как территории ОКХ Аграрник кадастровая стоимость одного 2 миллиона 395 тысяч рублей другого чуть больше 400 миллионов а третьего 2 миллиона 700 тысяч при этом сам министр Мигачев говорит что переносить аэроклуб он не просил с просьбой перенести там вопрос просто привести в соответствии законодательство все документы чтобы оформить полеты и так далее там же написано что просим перенести ну сейчас у нас есть спасибо можно походить вот написано прошу передислантировать аэродром и расстановиться руки сейчас это идея все еще в силе нет сейчас мы совместно будем принимать решение чтобы поставить на учет и так как аэродром потому что мы наводили справки он у нас нигде не стоит и дальше будем уже смотреть по передислокации пока речи никакой не идет письмо датировано 18 октября этого года а 8 ноября спикер государственной думы Вячеслав Володин в рамках своего рабочего визита в регион озвучил идею известного бизнесмена Романа Абрамовича проводить на территории Гагаринского аэроклуба международный фестиваль любителей малой авиации сейчас ведомство Павла Мигачева пытается выйти из непростой ситуации в адрес редакции пришел комментарий в котором речь идет не о переносе аэродрома а лишь о необходимости установки границ воздушных подходов и санитарно-защитных зон глава саратовского филиала ДОСААФ Сергей Щукин в курсе этой переписки и был включен в комиссию по решению проблемы прежде чем письма такие писать готовить ну необходимо какие-то согласования встречи рабочие проводить потому что в этом письме просто написано прошу передислоцировать аэродром государственной аэции Саратов-Дубки ну куда передислоцировать как передислоцировать подождите здесь это такое историческое место здесь ну не только Гагарин взлетел и здесь у нас вы меня извините там подготовлено столько у нас летчиков и пилотов и так далее и героев Советского Союза там и так далее и этот аэроклуб он носит имя Юрия Алексеевича Гагарина это не так просто и никаких предложений когда мы с ним представляем а куда перенести ну это уже мы не знаем это ваша проблема представляете что только перенести аэродром вот вообще реально ли это в принципе ну это это я даже не знаю как говорится это какие деньги нужны куда его переносить и как это все это будет выглядеть я считаю это нереально как говорит Сергей Щукин к открытому диалогу их никто не призывал разговоры были в формате один на один а потом вот это письмо но он напомнил что помимо санавиации в аэроклубе имени Гагарина базируется и обслуживается вертолет губернатора Валерия Радаева к которому он собирается обратиться если попытки перенести аэроклуб не улетучатся на этом все встретимся через неделю надеюсь она подарит нам массу интересных событий аэроклубе имени Гагарина